Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! В стране безопасности, ребята, есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытание. Вчера вы с этим условием уже столкнулись, а сегодня, признавайтесь честно, готовы отвечать на мои вопросы? Да, да. Отлично, хорошо. Тогда самое время нашего первого конкурса. Не будем затягивать. Тема всей нашей игры – это правила дорожного движения для детей. Каждому из вас, ребята, я сейчас раздам карточки. Держи, Саша, это тебе, а это Соня, тебе. На них рисунки с ответами на мои вопросы. Я буду читать вопрос, а вам необходимо будет найти и поднять правильную карточку. Тому, кто справится быстро и правильно, я дам три фишки. А просто за правильный ответ я вручу две фишки. Для удобства, чтобы вам было удобно искать правильный ответ, вы можете разложить карточки перед собой на столе. И если вам все понятно, то я предлагаю начать. Так? Я еще не сядю, я сядю, я сядю. Все, уже все. Итак, ребята, слушаем внимательно. Поднять нужно быстро на скорость правильную карточку. Вот так. Поезд быстрым-быстрым мчится, чтобы несчастью не случиться. Закрываю переезд. Запрещен машинобъезд. Отлично. Правильный ответ. Молодцы, ребята. Ответили правильно. Скажите мне, что это такое? Это шлагбаум. Это шлагбаум. Ответили правильно, ребята. Это одновременно, поэтому каждому из вас, и что важно, быстро. Поэтому заработали не две фишки, а каждый по три. Молодцы. Теперь слушаем второй мой вопрос. Командуя жезлом, он всех направляет. И всем перекрестком один управляет. Он словно волшебник, машин-дрессировщик. А имя ему? Регулировщик. Регулировщик, правильно. Но Соня чуть быстрее подняла. Соня, три фишки. Сашка, тебе две. Тебе две. Соня, ты уже думаешь, хочешь сказать, а задумаешь про то, что надо же поднять мистинка вовремя. Третий вопрос. Вот стоит на улице в черном сапоге чучело трехглаза на одной ноге. Светофор. Да, Соня, это светофор. Молодец. Мне кажется, не заняла. Саша, смотри, как быстро сообразили. Надо быть внимательной и быть все время на чеку. Трехглаза это. Трехглаза это, на одной ноге. Все, стишка. Саша сразу уловил. Итак, ребята, последняя загадка, последний вопрос. В этом месте, как ни странно, ждут чего-то постоянно. Кто-то сидя, кто-то стоя. Что за место здесь такое? Остановка. Молодцы. И снова, правильно, и снова одновременно, и очень быстро. Поэтому внутри фишки никуда вот хотите меня все мои фишки забрать. По максимуму зарабатывайте. Классы. Давайте быстренько считайте. Первый конкурс на этом завершен. Сколько фишек заработали? Скажите-ка мне счет. Трех, четыре, пять, шесть, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать. Отлично. А, и практически равный счет. Молодцы. Я же говорила, что достойные соперники практически равные бойцы. Оставляем пока фишечки так. Ребята, мне кажется, что на вопросы по правилам дорожного движения вы стали отвечать уже намного лучше. Во всяком случае, загадки разгадывайте чуть ли не с первой строчки. Молодцы. Сейчас самое время, ребята, для встречи уже с нашей знакомой, тетей Олей. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами уже успели познакомиться. И я очень рада новой нашей встрече. Ну и кто из вас вчера выиграл? Я. Кто? Саша, тетя Оля у нас вчера выиграла. Сегодня есть шанс отыграться. Тем более, что это только второй день вашего соревнования. Так что расстраиваться еще рано. Сегодня, как и вчера, мы будем говорить с вами о безопасности по дороге в школу. Я хочу вам рассказать, какую скрытую угрозу несет нерегулируемый пешеходный переход. Как мы еще его называем, ребята? Зебра. Правильно. Да, ребята, это действительно зебра. Так в чем тогда ее опасность? Совсем я вас запутала. Слушайте меня внимательно. И все поймете. Если проезжая часть очень широкая, и в одну сторону двигаются автомобили в два, а то и в три ряда, то на такой дороге надо быть особенно внимательным. Часто бывает так, что в крайнем ряду автомобиль останавливается и пропускает пешеходов. Мы начинаем переходить дорогу. И вот тут нас как раз и подстерегает опасность. Из-за остановившейся машины нам не видно тому автомобилю, который двигается в этом же направлении, только по соседней полосе. И когда водитель этого второго автомобиля нас заметит, может быть, уже поздно и произойдет авария. Вот такая вот она ловушка для пешеходов. Что же нам делать? Нам нужно на переходе быть очень внимательными и, проходя мимо той первой машины, что пропускает нас, немного замедлить шаг, выглянуть из-за нее и убедиться, что по соседней полосе никто не едет. Тогда можно смело идти дальше. Если все же там движется автомобиль, тогда надо дождаться его полной остановки перед зеброй и только потом продолжить движение. Эти знания вам пригодятся не только в нашей игре, но и в жизни, когда будете на улице. Желаю вам успеха в игре и безопасности жизни. И прощаюсь с вами до завтра. Ребята, вот и второй конкурсный день подходит к своему завершению. Но у меня для вас есть еще четыре контрольные вопроса. От того, как вы на них ответите, будет зависеть итог сегодняшней битвы. Кто внимательно слушал тетю Олю, тому будет легко ответить на них. Итак, отвечать будем по очереди. Каждый правильный ответ будет стоить три фишки. Если вы неполный дадите ответ и вас будет дополнять соперник, то две фишки из этих трех перейдут в его копилку. Так что старайтесь дать максимально полный ответ. Скажите, кто начнет первое отвечать на мои вопросы? Саша, как мужчина, молодец. Как настоящий мужчина. Значит, первый вопрос тебе, Саша. Как на проезжей части отмечен пешеходный переход? Человечек на зебре. Как ты все усложнил. Зеброй может быть отмечен пешеходный переход, так? Еще как? Еще как. Он может быть отмечен светофором. Светофором. И еще есть один. Дорожным знаком. Молодец. Умничка. Все три момента обозначил и получаешь за это три фишки. Молодец. Соня, второй твой вопрос. Какую проезжую часть можно назвать широкой? Перекресток. Это перекресток. Какую дорогу можно назвать широкой? Сколько там будет, как ты думаешь, полос для движения транспорта? Об этом говорила тетя Оля. Вспоминай. Две. Две и более, да? Да. Две и более для движения транспорта. Ну, правильно, сообразила, что это, естественно, не одна. А две как минимум. Правильно? Да, потому что если по дна, то вот примерно такая узенькая. Широкой ее никак нельзя было назвать, да? Молодец. Держи три фишки. Умничка. Третий вопрос. Саша, слушай внимательно. Что такое ловушка для пешеходов? Это может быть, когда ты переходишь дорогу с двумя и более полосами. Когда первый автомобиль на ближайшей полосе останавливается, он видит. Но другой на соседней полосе, он не видит его и то, что он остановился. И когда ты идешь, то, может быть, он на тебя может наехать и все. И вот она ловушка для пешеходов. Правильно, Сашенька. Молодец. Очень все правильно, доступно объяснил. Растолковал нам. Спасибо. Держи фишечки свои. Сонечка, последний вопрос. Старайся полно ответить. Как не попасть в ловушку для пешеходов? Надо смотреть, что... Надо сначала пропустить машину, которая тебя не пропускает. Да, конечно. Посмотреть, нет ли еще машин, которые тебя не пропустят, и пойти. Так, ну, только что Саша нам рассказал, что такое ловушка для пешеходов. Это когда машина одна стоит, а за ней по второй полосе другая приближается тоже. Вот ты начинаешь идти. Как не попасть в ловушку? Вот стоит первая машина. Объясняй нам потихонечку, по порядку. Стоит первая машина. Надо посмотреть, с другой стороны, нет ли там машины. Ну, если есть, то это ничего страшного. Надо подождать немножко, чтобы она остановилась, либо подождать, чтобы она проехала, если она тебя не пропустит. Идти. Да, убедиться, что ничего не движется, никакой опасности нет, и можно смело двигаться дальше. Да. Молодец. Да, ребята, на дороге нужно быть очень внимательными, вы, пожалуйста, это запомните. Три фишки твои, Сонечка, заслуженные. Ребят, все, вопросов больше нет. И второй конкурсный день завершился. Давайте быстрее считать, подводить итог сегодняшнего соревнования. Итак, ребята, второй конкурсный день завершился. Закончился он практически на равных, всего лишь разница в одну фишку, Саша опережает. Ну, встречаемся завтра и продолжаем борьбу. Договорились? Да. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова